Привет, привет всем. Недавно в расширительном бачке начал сопливить. В бачке накапливается пенообразная смесь темно-коричневого, темно-сероватого цвета. Было очевидно, что теплообменник ульхана. Теплообменник еще чаще называют поросенком. Я заменили ее и об этом расскажу в другом видео, но сейчас хочется сделать продолжение видео, почему горит моргает масленка. И ссылка на предыдущие видео оставлю ниже в описании. Как я заметил, когда масленка начинает мигать, этому деталю теплообменнику специалисты удаляют мало внимания и зря. Когда масленка моргает на горячем двигателе, частой причиной может быть именно этот этаж. И чем раньше мы обратим на ее внимание и заменим вовремя, тем больше шанс, что мы продлим жизнь нашего двигателя. И не придется в ближайшем будущем произвести дорогостоящий ремонт. Постараемся разобраться, в чем суть. В современных автомобилях, именно теплообменник, масляный радиатор, отвечает за то, что температура масла не превышала допустимые значения. Чем выше температура масла в двигателе, тем больше теряет вязкость. Превращается как вода, легко проникает и проходит между опорами, между кладищами. В этот момент теряется давление в масляном отсеке двигателя. И именно в этот момент начинает моргать масленка. То есть он дает нам знак, что в двигателе что-то не в порядке. Когда двигатель чуть остынет, масленка прекращает моргать. Теплообменник, масляный радиатор. Это именно тот детал, который в современных машинах отвечает за температуру масла. В некоторых машинах она вообще не устанавливается. Теплообменник регулирует температуру. Иногда, особенно в летное время, когда мы движемся в пробке, на перевале или с большими нагрузками, температура масла стремится увеличиться. И если теплообменник не в порядке, температура масла может достичь до 130 до 140 градусов. Чтоб этого не случилось, масло должно охолодиться в теплообменнике, где оно проходит. И там проходит тоже антифриз. Когда температура антифриза повышается, ее температуру регулируют вентиляторы, которые установлены возле радиатора охлаждения жидкости. Когда температура антифриза повышается, татчики информацию передают компьютеры и включаются в вентиляторы, которые не дают антифризу превысить температуру допустимого. И ее температура не должна превышать 100-110 градусов максимум. Когда антифриз и масло проходят и стыкуются в теплообменнике, если температура масла слишком высокая, антифриз охлаждает ее и температура масла регулируется. Если теплообменник, масло радиатор, засорена и забыта ее отверстие, канал антифриз. Тогда, конечно, антифриз не циркулируется в теплообменнике и температура масла не регулируется. В теплообменнике масло радиаторы по течению времени засоряется внутри отверстия. Канал антифриза, как радиатор печки. Именно из-за этого температура масла может превысить допустимое значение и теряет вязкость. В это время опоры и кладбище не могут держать вставление масляном отсеке двигателя и масленок начинает давать нам сигнал. Вот почему важно заливать качественный антифриз в двигателе. Кроме этого, некачественный антифриз засоряет и перекрывает проходы и отверстия двигателя. Еще некачественный антифриз разъедает алюминиевые детали. Вот пример. Вот как вы видите, отверстие антифриза в теплообменнике вообще не продувается или продувается с трудом. Соответственно, антифриз не циркулируется в нем, и когда это нужно, температура масла не регулируется. Теплообменник часто загрязняется, как и радиатор печки. Ее никак не возможно промить. Даже не пытайтесь промить ее. И поэтому нужно ее сразу заменить. Лучше, конечно, оригинал, качественный деталь. Китайские и сторонние теплообменники не рекомендую, так как скоро они выходят из строя. Некоторые умудряются варять сварковые трубки и так переделивают теплообменник. Но это не выход. И в таком случае мы губим наш двигатель. То есть, главное значение этой детали – регулировка температуры масла. И самодельные детали не могут быть с хорошей заменой. Если кому интересно, ссылка на теплообменник на Алиэкспресс будет внизу в описании. Я уже третий раз заменил этот деталь. И так как мне не удалось купить оригинал, придется через год или через два еще заменить ее. Итак, если на горячем двигателе у вас иногда загорается лампочка-масленка, рекомендую обратить внимание на этот деталь. Не исключено, что ее замена вас спасет от всяких трудностей. Как на примере Passat CC теплообменник заменяется, скоро покажу об этом в другом видеоотчете. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал и желаю всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok